ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Морозы и снегопады, уже ушедшие зимой, вызвали повышение спроса на то, что помогает поддерживать автомобиль в рабочем состоянии. По информации издания Автоньюз, ощутимее всего почти в три раза вырос интерес к так называемым наборам автомобилиста, где есть ключи, отвертки и прочие инструменты. Почти вдвое чаще российские автомобилисты стали приобретать аккумуляторы. Также заметно увеличился интерес покупателей к предпусковым подогревателям и цепям для колес. ТРАССА СТО ОДИН Министерство промышленности и торговли в очередной раз расширило список моделей автомобилей, на которые распространяется налог на роскошь, то есть транспортный налог с повышающим коэффициентом. В перечень машин с ценником от трех миллионов рублей попали почти 90 экземпляров. И неудивительно, рубль-то подешевел. К примеру, роскошными теперь считаются авто, которые принято относить к массовому сегменту. Шкода Кодиак, Субару Аутбек и Хонда Пилот. ТРАССА СТО ОДИН Вы обращайте внимание на знаки фото-видеофиксации. Сейчас они устанавливаются перед каждой дорожной камерой. С 1 марта разрешено этого не делать. Табличку будут вешать только на въезде в населенный пункт, в город или поселок. На трассе наличие знака обязательно за 150-300 метров до начала зоны контроля. Сама табличка тоже вскоре изменится. ТРАССА СТО ОДИН Вступил в силу закон, обязывающий водителей грузовиков, автобусов и другой крупной техники размещать на кузове наклейки с надписью «Внимание, слепая зона». Речь идет о Франции. Ожидается, что в ближайшее время такая же норма начнет действовать в Германии. Власти государств таким образом хотят уменьшить число ДТП, которые происходят из-за того, что шофер большегруза не заметил находящуюся рядом легковушку. ТРАССА СТО ОДИН На панели загорелась лампочка «Проверь двигатель». Ответственный автомобилист, пожалуй, спать из-за этого перестанет. А вот в США по этой части практически полный пофигизм. Как выяснила одна из страховых компаний, только треть американских автовладельцев при срабатывании индикатора «Чек-энджин» обращается в автосервис. Да и то не сразу. 25% водителей вообще не интересует, что это за лампочка. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова